Во второй по-настоящему летний день городской пляж Новокуйбышевска пользуется особой популярностью. Но прежде чем на него попасть, приходится заранее раздеваться и разуваться. Дорогу к нему перегородила вода. Течение смог не сбивает, но достаточно сильное. Причем по нашим ощущениям вода прибывает постоянно. Еще несколько минут назад эта лужа была и меньше, и мельче. Уровень воды над дорогой поднялся примерно на 40 сантиметров. Однако поток не останавливает ни пешеходов, ни автомобилистов. Хотя некоторые оставляют машины перед водой и отправляются отдыхать пешком. Мы приехали на машине, но на машине мы туда не поедем. Почему? Мы не знаем, как обратно будем выезжать. Да и вообще опасно. Все равно уровень, я не скажу, что прям маленький. Приехали, оставили машину, уехали на ту сторону. Приезжаем в шоке, если честно, в легком, что увидели на мосту. А мы палатки переносили уже. Перенесли, потому что сразу было. Спасателям даже пришлось принудительно эвакуировать людей с пляжа. От воды спасли 27 автомобилей, 42 человека, из них семеро детей, а также кошку и собаку. Подтопление произошло не только в Новокуйбышевске. Водой залиты и самарские пляжи. Волга вплотную подступила к набережной. В последний раз такое было 23 года назад. Уровень реки у Самары сейчас составляет более 30 метров и продолжает повышаться. В региональном МЧС предупреждают самарцев, что Волга в ближайшие несколько дней поднимется еще на метр. Это уровень воды не критический. Подтоплений территории, объектов экономики, жилых домов никаких не произойдет. Единственное, что может подтопляться, это низменные участки реки Волга. Запретить при нахождении там жителей мы не можем, но вместе с тем все мероприятия предупредительные, которые необходимы, мы выполнили в обязательном порядке. Несмотря на предупреждение о том, что вода так и будет пребывать, некоторые любители дикого туризма отказались эвакуироваться и покидать свои палаточные лагеря. Единственное, что беспокоит отдыхающих, это плохая рыбалка. Да нет, не страшно. Почему? У нас тут лодка, ребятишки. Мы из-за детей тоже не боимся. Не пойдет, она придет на метр. Она и не пойдет, наверное. Да как-то нормально. Нормально себя чувствуем, нормально отдыхаем. Несмотря на отказ туристов, ГИМС обещает патрулировать реку Кривушу в течение всего дня. Если вдруг люди попросят о помощи, их будут готовы вывезти. Марина Матвеевшина, Василий Колдашов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова